добрый день дорогие друзья давайте проверим связь как вы меня слышите поставьте пожалуйста от 1 до 10 чтобы было видно вот сегодня у нас евгений иркутска 1 то есть до иркутска сигнал быстрее всего доходит отлично хорошо минску на слышат тоже евгений на месте здорово хорошо так их мало югра тут хорошо но у нас сегодня с вами как уже ясно из начала и из рассылки по почтовым ящикам у нас сегодня основой технологии skyway так вот смысл этого вебинара только в одном дать предварительное понимание то из каких элементов состоит транспортная система skyway для того чтобы потом можно было углубиться в этот процесс более серьезно поэтому каждый кто присутствует на вебинаре как правило люди которые хотели бы освоить те элементы нашей дороги которые дадут возможность поднимать в дальнейшем насколько продвигается проект как отличается один этап от другого и что сделано за определенный период который компания освещает своих роликах потому что нужно понимать совершенно определенно из каких элементов состоит путевая структура что такое анкерная опора промежуточная опора на что такое лабораторный корпус что в нем будет делаться и каким образом будет сформирован наш экотехнопарк поэтому вот эти основные вопросы мы сегодня и будем рассматривать но пока еще люди подходят давайте я представлюсь меня зовут александр манго я являюсь стратегическим инвестором skyway и могу сказать что можно сказать в первой в первых пяти тысяч пяти сотнях акций и инвесторов которые пришли в компании поэтому желая просто углубить свои знания и заодно поделиться с тем теми знаниями которые уже приобретены собственно явилась причиной почему я читаю эти вебинары поэтому здесь вопрос моего участия заключается в следующем что хочется просто чтобы люди подходили осознанно процесс инвестирования и конечно же понимали дело в том что на ранних этапах проведения вебинаров начиная с июня 2014 года я проводил различные виды опросов кто является участниками и инвесторами проекта и конечно же меня самого поразили эти цифры именно я имею ввиду возрастной характер наших инвесторов и конечно же образовательный ценз так вот по возрастному цензу это как правило люди старше 40 лет то есть люди уже имеющие достаточно богатый опыт жизни и конечно же люди понимающие для чего это нужно тем более что многие вполне в состоянии чисто технически оценить ноу-хау знаю как если перевести с русского языка вернее на русский язык слова нау-хау знаю как построить подобную дорогу поэтому люди которые приходят с техническим образованием со строительным образованием совершенно определенно не видят здесь никаких препятствий к тому чтобы осуществить этот проект имеется ввиду чисто технической точки зрения и конечно же образовательный ценз здесь это немаловажная часть потому что опять же порядка восьмидесяти трех процентов участников нашего проекта люди средне техническим и высшим образованием и в эту же категорию входят и люди у которых два и более высших образований поэтому у нас достаточно просвещенная я бы так сказал аудитория и поэтому здесь мы не претендуем на тонкости и нюансы самой технологии тем более что многие они закрыты патентами и именно разработками Анатолия Дарьевича и по сути являются скажем так в какой-то степени секретами фирмы но сейчас важно просто понимать опять же повторюсь вот ту элементную базу из которых состоит эта дорога чтобы просто хотя бы правильно называть наши транспортные средства и определенные элементы поэтому давайте сейчас плавненько перейдем к нашей к нашей сегодняшней встрече но прежде чем я начну давайте мы по традиции проведем опрос кто у нас сегодня новенький как это пелось время в музыкальном фильме кто на новенького да вот нажимаем просто на точечку в кружочке напротив того места который если вы первый раз то разумеется это первый если два раза уже были на вебинаре то соответственно двоечку ну а наши старожилы смело жмут на третий вариант три более раз вот екатерина видно и задел то что после 40 говорит мне 20 я с головой в skyway здорово екатерина это очень хорошо на самом деле я не ни в коей мере не хотел обидеть неосознанностью молодых людей просто статистика дело упрямое и здесь многие есть и пенсионеры пишет если до пенсионеров я рассказал хорошо я думаю что с каждым новым днем с каждой новой недели с каждым новым месяцем к нам будет все больше присоединяться людей моложе моложе 40 вот вижу здесь у нас да друзья те кто не может по разным причинам проголосовать вопросники можно просто поставить имя и и город в котором вы проживаете единичку я буду тогда обращаться также как к елене воробьёвой она сегодня первый раз и и она присоединяется к тройке сегодня первый первый раз да вот екатерина как раз пишет все хорошо я просто хотел сказать что и молодежь подтягивается ну здорово хорошо давайте тогда я так понимаю что не все еще проголосовали но по традиции у нас город голосует как правило где-то две трети две трети участников вот александр из горячих ключей пишет что ему 66 вот отлично действительно гордимся нашей молодежи которая активно включается в этот процесс ну что ж друзья мы давайте начнем и вот здесь у нас ольга анатольевна уже сто двадцать пять лет отлично если это не считать например количество месяцев прожитых от рождения александр пятьдесят три и надежда пятьдесят семь но понятным очень радость от тебя лично здесь хорошо давайте уберем и двинемся по нашей теме и так виды транспорта которые у нас сейчас присутствует это конечно же пять основных видов это железнодорожный водный автомобильный трубопроводный воздушный и буквально все наверняка знают во всяком случае в россии что сейчас у нас бастуют дальнобойщики поскольку ввели систему платон которая собирает в них деньги за провоз по федеральным трассам и конечно же это такой я это называю косвенный налог очередной который придумали наши чиновники от большого ума по одной простой причине что мы все когда покупаем машины мы платим дорожный налог все буквально все и грузовые автомобили и легковые частные автомобили все платят налог и исходя из этого налога как раз государство каждый год выделяет две целых и три десятых триллиона на ремонт и постройку автомобильных дорог поэтому дополнительный налог и еще брать со своих же дальнобойщиков которые перевозят товары непосредственно по территории россии я считаю не совсем правильно по одной простой причине посмотрите на европу и посмотрите на территорию российской федерации а если сюда еще присоединить казахстан киргизию узбекистан таджикистан то соответственно получится просто колоссальное расстояние и например если просто грубо да может быть это не совсем относится к теме у них выставили счет о том что сейчас за каждый километр федеральной трассе нужно заплатить порядка три шестьдесят три получается просто мне самому даже интересно стало человек едет например из санкт-петербурга на своей грузовой фуре везет груз во владивосток да он соответственно должен умножить восемь тысяч грубо пятьсот километров умножить на три шестьдесят три ну на три и три для простого счета знаете сколько он должен заплатить за что он просто проедет по дороге двадцать восемь тысяч рублей вот таким образом когда же смотришь на дороги которые в европе то там очень короткие расстояния там пятьдесят сто двести километров то есть практически прага например дрезден двести тридцать километров это ни о чем или там даже если мы едем на север в сторону острова руян то соответственно это порядка пятьдесят километров то есть нельзя сравнивать наши тысячи километров по территории российской федерации с европой и говорить о том что здесь мы платим берем меньше чем в европе но это не серьезно просто поэтому вот как лидия пишет подорожают продукции и все за счет покупателей совершенно верно это просто дополнительный косвенный налог не будет же перевозчик из своего кармана платить он просто увеличит стоимость перевозки эту перевозку переложат на продукты питания и на товары и мы опять приходит приедя в магазин соответственно будем это оплачивать вот простая механика никуда ходить не надо ну вернемся к нашим видам транспорта здесь видите желтым отмечено как раз наилучшие результаты у того или иного вида транспорта при этом здесь как бы показан наилучший результат для данного транспорта но не говорится о том о тех негативных последствиях которые он наносит ну в данном случае воздушный у него скорость хорошая отлично но никто не задумывается о том сколько тонн сгоревшего использованного керосина авиационного выпадает в виде кислотных дождей я вот как-то прикинул за один день буквально аэрофлот имеется ввиду компания аэрофлот за один день выбрасывает порядка двадцати тысяч тонн авиационного керосина только за один день а поскольку их не одна сотня этих авиационных компаний то представляете сколько продуктов горения авиационного топлива выпадает нам и на голову дальше трубопроводные мы видим у него надежно это конечно существенный фактор но там так сказать и скорость как Андрей Эдуардович сказал на нашем форуме в Москве скорость там не важна там действительно важно надежность ты в трубу закачал и она уже никуда ни с трубы не денется будет идти до конечного потребителя автомобильный транспорт наиболее знаком для нас и конечно его основным достоинством является доступность то есть количество обслуживаемых точек то есть на машине практически можно куда угодно подъехать за исключением болот вечной мерзлоты когда весенний период и плавающих грунтов поэтому конечно у каждого из них есть свои достоинства и свои недостатки так вот автомобильный транспорт один недостаток это крайне небезопасный вид транспорта и каждый водитель знает за свою жизнь в скольких авариях он побывал я могу точно сказать что я был в шести авариях они конечно были легкие там бампер поцарапал или там плафон разбил или взад въехали на приличной скорости и это обошлось минимум в 230 тысяч рублей я имею ввиду ремонт ну и так далее то есть всякие вот такие как бы мелкие но мы говорим о серьезных полутора миллионов человек которые гибнут под колесами автомобилей и вот последние данные которые я вчера озвучивал это 45 тысяч человек за 10 месяцев погибли на дорогах Российской Федерации из них 7 тысяч человек это дети поэтому цифры конечно ужасающие потому что ну представьте мы за 10 месяцев стерли с карты небольшой поселок в 45 тысяч человек ну небольшой да вот так вот говорим в кавычках небольшой дальше у нас есть водный транспорт у него целых 2 единички это способность перевозить различные грузы и стоимость тонна километра это действительно очень значимые достоинства тем более что рек у нас много несмотря на то что мы каждый год каждое пятилетие теряем до 100 рек и речушек то есть они высыхают и идет общее обмеление рек дальше железнодорожный транспорт у него как видите нет ни одного нет ни одной единички но при этом мы знаем что большая часть грузов доставляется по железной дороге при этом многие пользователи даже не отдают себе отчета какая средняя скорость железнодорожного транспорта это 9 км в час это связано с тем что по одним и тем же железнодорожным рельсам двигаются и пассажирские и городские и военные и межгородские электрички то есть получается очень высокая плотность но при этом скорость маленькая поэтому естественно нам с вами совершенно очевидно будет что железнодорожный транспорт он уже существует как минимум 150 лет и конечно же ему на смену приходит наш вид транспорта имеет транспорт второго уровня который даст возможность во первых передвигаться с более высокими скоростями к тому же безопасность как минимум в 10 раз выше экономичной с точки зрения потребления топлива и экономичной с точки зрения пассажира то есть человека который непосредственно будет перемещаться на этом виде транспорта ну и разумеется это будет более выгодно для транспортировки различных грузов поэтому когда мы рассуждаем о новом виде транспорта здесь конечно мы должны сразу же отдать должное той настойчивости и тому интеллектуальному потенциалу который проявил Анатолий Довальщининский 37 лет битвы как раньше говорили за урожай за возможность построить более безопасный экономичный высокоскоростной транспорт и здесь конечно можно только диву даваться той мотивации которую проявляет Анатолий Довальдович для того чтобы построить экотехнопарк и в дальнейшем развить целое технологическое направление и это целая индустрия потому что нужно будет построить не 660 тысяч километров дорог которые сейчас существуют в российской федерации с учетом трубопроводов автомобильных дорог а нужно построить 10-15 миллионов километров дорог только на территории российской федерации не говоря уже о мире это тогда решит просто колоссальные транспортные проблемы и дотянется до тех скоростей которые сейчас показывают интернет имеется ввиду возможность быстро найти какую-то информацию или возможность оплатить с помощью банковской карты и интернета за секунды а вот возможность быстро получать товары непосредственно от производителя заметьте я не зря сказал непосредственно от производителя представьте что вы заказываете тот же самый чайник на заводе который его делает и вам непосредственно его доставляет это означает что вы исключаете всю цепочку всю цепочку посредников которые, я имею в виду склады, логистику, я имею в виду различные розничные магазины и так далее. Это означает, что ваша цена чайника может упасть минимум в два раза. Это минимум, а на самом деле еще больше. Поэтому здесь это важно понимать, что если, например, тот же Магнитогорский машиностроительный завод сделает свой собственный сайт и сможет благодаря заказам доставлять продукцию самостоятельно, я имею в виду с помощью нашего вида транспорта, то, конечно же, его издержки уменьшатся и потребитель заплатит меньше, и на перевозку меньше, и, соответственно, конечный пользователь получит этот товар по более выгодной цене. Но при этом оборот соответствующего предприятия увеличится, и это очень важный фактор здесь. Так вот, Анатолий Дуажевич, разрабатывая эту систему, собственно, он что-то шел к ней от общепланетарного транспортного средства. И в Гомеле в 88-м году он как раз проводил конференцию о неракетном освоении космоса. И, собственно, небесные дороги – это лишь этап к основной цели постройки общепланетарного транспортного средства. Но здесь, как вы понимаете, очень сложно въезжать на новом виде транспорта в сложившуюся инфраструктуру, потому что, по сути, мы уже это рассматривали. И вот я был когда в гостях у Валентина Мошкина в Липецке, мы как раз обсуждали вопрос, кому это надо, построить эти дороги. И выяснили, что для того, чтобы из центра, из спальных районов Липецка доехать до Новолипецкого машиностроительного завода, то, по сути, эта дорога нужна только для работников этого завода. Там их порядка 45 тысяч. Так там всего 7 километров надо преодолеть. Но в часы пик, когда люди едут на работу, когда уезжают, они тратят на это больше часа 20. Представляете, доехать за 20 минут до работы или за час 20. Это только в одну сторону. А если в две стороны, значит, человек ежедневно теряет 2 часа на то, чтобы просто доехать и уехать с работы. Эти 2 часа он совершенно спокойно мог бы провести с семьей, с детьми или повышать свой образовательный ценз и так далее. Поэтому, конечно, ни олигархам, ни чиновникам это не нужно. Это нужно нам с вами. И именно поэтому Анатолий Эдуардович сделал обращение к нам, как к людям, которые готовы проинвестировать в такой увлекающий проект, как Skyway. И, по сути, не зря наш проект носит звание народного проекта. Потому что мы вкладываем свои заработанные деньги на то, чтобы непосредственно поучаствовать в реализации этой технологии. Вот как раз Сергей написал, что сегодня 5 километров и ехал 2 часа 30 минут. Все проклял. Да, Сергей, у меня были такие ситуации, когда мы ехали из центра Москвы домой и потратили на это 4 часа. Это было зимой. Как всегда, неожиданно выпал снег. И, соответственно, мы попали в такую ужасающую пробку. Так вот, Анатолий Эдуардович, понимая все эти проблемы, совершенно очевидно сказал, что все участники, инвесторы проекта понимают, в общем, почему необходимо такой вид транспорта. Ну, во-первых, для того, чтобы меньше заасфальтировать дорог. Потому что постройка одного квадратного метра дороги стоит полторы-две тысячи долларов. А возобновление земляной поверхности, имеется гумусного слоя, стоит всего 30 долларов. То есть, совершенно очевидна тенденция, что если мы ставим дороги второго уровня, то, соответственно, мы освобождаем землю от асфальта и отдаем возможность просто растить новые растения и, соответственно, продукты питания, экологию улучшать и так далее. Поэтому всем, кого интересует более серьезная проработка технологий, я рекомендую транспортную систему Юницкого в вопросах и ответах. Это работа 2013 года. Там можно как раз углубиться в некие технические детали, которые дадут возможность понимать, что будет дальше. Ну, а нам, прежде всего, нужно понять, из каких элементов состоит трасса. Это, конечно же, опоры, поперечные планки, рельсы, ну и, конечно, технические процессы и технологическое оборудование. Здесь нужно отметить, что опоры делятся на анкерные и поддерживающие опоры. Вот сегодня я на них как раз остановлюсь, покажу, как это выглядит. Ну, а поперечные планки, понятно, что не должны рельсы расходиться друг от друга, потому что расстояние может быть существенным. И об этом я сегодня еще скажу. Так вот, расстояние между двумя, например, промежуточными опорами может составлять до 100 метров. Но прежде чем мы к ним вернемся, расскажем о самом важном, о сердцевинке нашего рельса. Так вот, наш рельс, он многокомпонентный. То есть, внутри находится пакет струн или проволок диаметром 5,1 миллиметра. И в зависимости от технологической нагрузки будет соответствующее количество этих проволок. И они все, как вы видите, сделаны, так сказать, объединены стяжкой. И эта стяжка омоноличена. Во-первых, она придает жесткость данному рельсу. И во-вторых, она помогает не коррозировать внутренней струне. Ну и все это, конечно, упаковано в корпус рельса. Вот он, корпус рельса. А сверху головка рельса приваривается. Вот такие элементы. То есть, здесь мы считаем раз, два, три, четыре, пять элементов. И эти пять элементов как раз и составляют сердцевину. Ну, вы скажете, а что, у железнодорожников что ли рельс другой? Да, там рельс немножко другой. И сейчас тоже не буду углубляться, как раз, чем отличается железнодорожная рельса от нашего. Скажу только одно, что здесь используется преднапряженное состояние, которое увеличивает прочность рельса. И благодаря этому, вот следующий у нас слайд, вы видите, на расстоянии 35 градусов прогиб при плюсовой температуре до 50 градусов составляет всего лишь 5,84 миллиметра. Если отрицательное, то рельс выгибается. Поэтому, я рекомендую просто посмотреть ролик выступления Анатолия Владимировича на московском форуме 25 октября этого года. Там он как раз подробно описывает, чем отличается железнодорожный рельс от нашего. Поэтому, здесь важно понимать, что вот это промежуточные опоры. Вот сейчас я их просто отмечу, чтобы вы видели. Промежуточные опоры. Между ними может быть расстояние от 10 до 100 метров. В зависимости от технологической необходимости. Но, здесь важно понимать еще одну вещь. Почему нужно только промежуточные опоры? Да потому, что основную нагрузку несут анкерные опоры. Я потом покажу, как они физически выглядят. Вот анкерные опоры. И суть в них только следующая. Что между ними натягивается вот эта струна проволока, которая находится внутри рельса. С усилием где-то 500-600 тонн. Вот та дорога, которая будет стоять на высокороскоростном участке в Экотехнопарке. Там усилие будет составлять 500 тонн. Поэтому, используя различные виды, значит, у нас вот этих двух видов опор, Анатолий Дарович не забывает еще и о вантовых конструкциях, которые дают возможность преодолевать водные преграды. И даже когда вы обращаетесь к сайту rsvsystem.com, вы видите на первой же странице новые технологии транспорта. И показаны как раз элементы вантовых конструкций. Дальше нам нужно, конечно же, посмотреть, как выглядят анкерные опоры и промежуточные опоры. В данном случае, сейчас в Экотехнопарке строится вот именно вот такой вид анкерной опоры. Вдобавок, она несет несколько функций сразу. Во-первых, это будет и пример городской станции. Это будет пример высокоскоростной станции. В этом же здании будет музей Skyway. И, конечно же, здесь можно... Ну, это технологическая анкерная опора. То есть, по сути, вы видите, как минимум три вида анкерных опор. Только если здесь у нас, который я отметил, это концевая анкерная опора, то вот здесь, внизу представлены вот это. Это разворотная анкерная опора. И вот еще одна разворотная анкерная опора. То есть, они могут выглядеть по-разному. И здесь просто важно понимать, чтобы у вас отложилось, как они могут выглядеть. Давайте мы сейчас посмотрим небольшой ролик, как раз о банкерной опоре, для того, чтобы более четкое представление было. Хорошо? И буквально короткий ролик. Но будет понятно уже, как он функционирует. По сути, речь идет не просто об анкерной опоре, такой, как та, что уже была построена и испытана на полигоне в озерах 14 лет назад. В экотехнопарке в Мариной Горке мы строим транспортно-логистический узел Skyway, многофункциональный комплекс, в котором функции анкерной опоры совмещены с функциями двух пассажирских станций, городской на втором этаже и высокоскоростной на третьем, автоматизированного диспетчерского центра, энергоузла мощностью порядка 1000 кВт и музея Skyway. Это сложное трехэтажное строение с зелеными насаждениями и зоной для отдыха на крыше, не имеющей аналогов в мире. По функционалу и пропускной способности можно сравнить с международным аэропортом Дубая, одним из крупнейших аэропортов мира, с пропускной способностью 60 миллионов пассажиров в год. Строящийся нами транспортно-логистический узел Skyway размером в плане 12 метров на 18 метров имеет такую же производительность, при том, что площадь данного сооружения в 3000 раз меньше суммарной площади зданий и сооружений дубайского аэропорта. Такое преимущество обеспечивается за счет эффективной логистики. Посадка-высадка пассажиров на станциях Skyway может осуществляться в постоянном режиме. Юнибусы могут отправляться и пребывать каждые 20 секунд. При этом логистические центры Skyway, представленные станциями, первый образец которых строится в экотехнопарке, позволяет осуществлять быструю пересадку в течение минуты. Ну вот вкратце об непосредственном анкерной опоре. И заметьте, сравнение просто сногсшибательное. Вот наша анкерная опора, она же станция 12 на 18 метров, что в 3000 раз меньше, чем дубайский аэропорт. А пропускная способность не хуже. Поэтому это просто феноменальные цифры, которые могут показать, сколько можно сэкономить полезной жизненной площади, земли, когда мы будем строить наш Skyway. Ну и здесь, конечно, хотелось бы сказать о промежуточной опоре. Вот пример ее, приведенный справа внизу. Это как раз Г-образная опора, промежуточная, для городского транспорта. Имеется в виду для юнибусов. И вы видите, она такая лаконичная и тоже не занимает много места. Для сравнения просто. Для того, чтобы построить непосредственно 1 километр железнодорожного полотна, необходимо как минимум 50 тысяч квадратных метров земли. Для того, чтобы построить непосредственно наш 1 километр, то необходимо всего лишь 1 десятая гектара. Ну и стоимость другая. Автомобильные и железные дороги где-то коррелируют по стоимости 25-30 миллионов за километр. Миллионов долларов, разумеется. И у нас это порядка 3 миллионов долларов. 2,5-3 миллиона за километр. Поэтому, естественно, обращаются к технологии SkyWay. Они понимают, что да, действительно, это очень выгодное строительство. И с точки зрения безопасности, с точки зрения строительных работ, экономичности. Конечно же, экономичность самого вида спорта. Ну и, как я уже говорил, более выгодна для пассажиров. То есть, они меньше платят. Для сравнения просто. У нас есть высокоскоростная дорога. Это между Санкт-Петербургом и Москвой. 4,5 часа. И, соответственно, 4,5 тысячи рублей. Вот эту же дорогу можно совершенно спокойно проехать за 500 рублей. Если использовать наш SkyWay. То есть, как минимум, вы понимаете, в 7 раз дешевле, чем сейчас движется высокоскоростной транспорт типа Сапсан. При этом скорость у него там порядка 200-250 километров. Дальше нужно сказать несколько слов о транспортном модуле. Естественно, как и любое транспортное средство, он имеет корпус, ходовую часть. Но, помимо всего прочего, там есть и очень важная вещь. Это внутренний салон. На который мы, как правило, обращаем больше всего внимания. Здесь же нужно отметить, что у нас не просто колесо, а у нас мотор-колесо. И это мотор-колесо дает возможность существенно уменьшить вес конструкции транспортного модуля. Неважно, это будет транспортный модуль для пассажиров или транспортный модуль для грузов. То как раз использование мотор-колеса, оно дает существенное уменьшение веса самой конструкции. Потому что меньше редукторов, меньше объем занимают электродвигатели, которые будут запитываться от бензогенератора или дизель-генератора. Или потом в дальнейшем от аккумуляторов и других источников, которые могут быть применены. И это, конечно же, очень важная часть, как автоматизированная система управления. То есть, интеллектуальный мозг самого транспортного средства. Как сказал Анатолий Дарвич, он будет самостоятельно изучать место своего движения и оценивать наличие препятствий и всех элементов по трассе, по которой он будет двигаться. Поэтому здесь нужно сказать только следующее, что Анатолий Дарвич стремится к тому, чтобы это был очень комфортный для пассажиров транспорт. И его комфортность, как минимум, на порядок выше, чем у железнодорожного транспорта. Есть, соответственно, шкала, которую вывели российские железнодорожники. Называется это шкала комфортности от 1 до 4. И суть в том, что... Вернее, до 4,5 даже. Суть в том, что 4,5 это уже движение несовместимое с жизнью. Так вот, у нас 3,5, 3,25, 3,5 это железнодорожный транспорт. Это когда мы идем по коридору в купейном вагоне, нам все время приходится держаться за порчень. Потому что постоянно вагон колеблется. И нужно серьезно держаться, потому что иначе чай расплескаешь горячий. Здесь же, сравнивая по этой шкале, Анатолий Дарвич хочет добиться результата, когда коэффициент комфортности будет 2-2,5. Это означает точно так же, как мы сидим дома перед телевизором на диване. Вот такой уровень комфортности. Чтобы человек, проезжая, например, от Санкт-Петербурга до Владивостока, совершенно не уставал и вышел во Владивостоке как огурчик. Поэтому различные элементы, из которых состоит корпус, здесь нужно сказать только следующее. Что у нас есть, как минимум, несколько преимуществ. Первое. Что у нас наша транспортная система, путевая система поднята над землей 5-10 метров. Дальше, что у нас прекрасная аэродинамика. И эта аэродинамика была достигнута благодаря тому, что Анатолий Дарвич продувал модели юнибусов и юнилётов в аэродинамической трубе. И в результате получил Cx, это коэффициент аэродинамического сопротивления, равного 0.075. 0.075. Немножко коряво получается, потому что данная система не предназначена для чистописания. Вот, 0.075. Для сравнения, вот внизу видите как раз машину Bugatti Veyron. Его скорость 450 км в час. Мощность там порядка 1400 лошадиных сил. И, заметьте, он на пневмоколёсах. Это паразитические, так сказать, влияния. То есть, для того, чтобы он двигался с такой скоростью, нужно увеличивать мощность двигателя. Дальше. У него расстояние между днищем и полотном всего лишь 10 сантиметров. Это означает, возникает паразитический экранный эффект. У нас отсутствует. Ну и, конечно же, вот эта мощность двигателя, она тратится еще на преодоление несовершенной аэродинамики. Потому что у Bugatti Veyron Cx как раз составляет, ну, давайте не буду писать, 0.35. То есть, в 5 раз хуже, чем у наших юнилётов. Поэтому, по совокупности вот этих 5 преимуществ, мы как раз даём возможность более экономичного передвижения. Ну и, конечно, более комфортного передвижения. Потому что, как я уже говорил, аэродинамика лучше, паразитического экранного эффекта нет. Используется мотор-колесо. И это мотор-колесо пара металлическое колесо плюс металлический рельс, по которому он катится. И это очень важное составляющее. Сейчас перейдем как раз к противовосходной системе. Вы увидите, в чем существенное отличие в данном случае. Так вот, я хотел сказать еще об интеллектуальном глазе, который есть в нашем юнилёте. Который может отследить все, что находится на рельсах. От птички до каких-нибудь там, непонятно, как они там могут оказаться. Ветки какие-нибудь или помехи на путевой структуре. Потому что интеллектуальная система юнилёта, она мало того, что подключена к системе автоматизированного управления. Она вдобавок еще и сама обладает интеллектом. И может оценить ситуацию вокруг и внутри юнилёта. И это, конечно, повышает просто на порядке уровни безопасности этого вида транспорта. Что для нас очень немаловажно. Итак, вернемся к нашему рельсу. Моток в колесо. За счет того, что тут минимальное пятно контакта, то, соответственно, даже 10 кг силы может сдвигать целую 1000 кг. И это опять же говорит о чем? Что нужно будет использовать меньшую мощность двигателя. И это уже как минимум положительный момент. Потому что тогда мы будем тратить меньше топлива. И чем дальше будет расстояние, тем меньше нам нужно будет загружать в бак топлива. Поэтому у нас есть два варианта вот таких противосходных систем. Вот первый вариант, видите, под днищем. Я его отметил. И второй вариант вы видите вот справа. Когда есть вертикальные верхние колеса. Вот они. Давайте я их помечу. Вот эти. С помощью которых наш юнилёт катится по рельсовой структуре. А сбоку, вот это сбоку и снизу, как раз идут подпорные колеса, которые не дают возможности нашему транспортному средству никоим образом съехать с рельсовой структуры. И это как раз поувеличивает нашу безопасность на порядке. Потому что даже боковой ветер со скоростью 250 км в час не в состоянии будет оторвать от путевой структуры наш юнилёт. Что в конечном итоге необходимо понимать, когда мы будем передвигаться на этом виде транспорта. Поэтому всё, что касается безопасности, как я уже говорил, Анатолий Владимирович поставил это во главу угла. То есть это на первом месте стоит безопасность, на втором комфортность, потом экономичность и потом уже стоимость проезда. Поэтому мы просто должны это понимать. От того, что мы находимся на втором уровне, до вот таких элементов, которые касаются именно безопасности. То есть противовосходная система. И конечно же, когда люди понимают и просто выходят на улицу, едет автобус. Простая вещь. Для того, чтобы человек или пожилой человек, пенсионер мог подняться на ступе автобуса. Чего только не выдумывают автобусы-строители. Они, например, делают то, что наклонный пандус такой опускается. И пенсионерам не надо поднимать высоко ноги. Но это в Европе. Там расстояния маленькие. И общественного транспорта мало. По большому счёту. У нас расстояние намного больше. И, конечно же, постройка таких автобусов, она занимает отдельное место. Отдельную строку. Поэтому мы закупали в своё время. По лицензии изготавливаем турецкие автобусы. И сейчас у нас настроили как раз по лицензии эти автобусы производить. Но всё равно вопрос со ступенькой пока не решён положительный. И поэтому наши пожилые люди мучаются ещё до сих пор. Не говоря уже об инвалидах. Так вот, помимо того, что у нас и мотор-колесо, и рельс, и соответственно динамика, отсутствие экранного эффекта. Плюс поднято на 5-10 метров. Представляете, многие задают вопрос. А что если вдруг Юнибус или Юнилёт остановится на рельсовой структуре? Анатолий Дашев говорит, ну это в принципе невозможно, потому что у нас 4, как минимум, мотор-колеса. Не один и не два, а 4. Он говорит, сложно себе представить ситуацию, когда все 4 колеса отмажут. Потому что по статистике, которая есть в технике и в индустрии, связанной с машиностроением, что если 4-кратное дублирование какой-то системы, то, как правило, эта система функционирует всё равно. Так вот, здесь у нас 4 мотор-колеса, и даже если все 3 колеса испортятся, то 4-е всё равно доведёт до станции. Скорость может быть чуть-чуть поменьше, конечно. Но 4-е колесо в состоянии будет довести Юнилёт до станции. Но, Анатолий Дашев говорит, ну хорошо, считаем, что и 4-е колесо там по каким-то причинам отказало. Так вот, есть специальная сцепка, вот вы видите здесь, в правом нижнем углу этого слайда, которая подскажет, что следующий за потерпевшим аварию Юнибусом или Юнилётом состыкуется с потерпевшим и оттранспортирует его непосредственно к следующей станции. То есть, все моменты прорабатываются. И вот часто говорят опять, но что будет, если он всё-таки остановится? Он говорит, а что будет, если, например, у самолёта откажут двигатели? Ну что будет? Самолёт упадёт. А что здесь будет? Ну просто Юнибус будет стоять на рельсе до того момента, когда следующий за ним подъедет, пристыкуется и оттащит его к станции. То есть, и всё. Да, дальше нас интересует сама себестоимость, о которой я уже немножко сказал, но нужно добавить, так сказать, сакцентировать. Итак, наш один километр стоит 2-3 миллиона долларов, а железнодорожный, как вы видите, на порядок больше. Автомобильный тоже самое. То есть, по сути, мы тратим на один километр порядка 2-3 миллионов, а железнодорожный, автомобильный от 20 до 30 миллионов долларов на километр. Что очень существенно. И здесь же поезд на магнитном подвесе, это вообще разница колоссальная. То есть, у них один километр стоит порядка 50 миллионов долларов. За счет того, что они тоже ставят дорогу 2-го уровня, используют огромное количество бетона, поскольку у них разрезная конструкция, балочная, а у нас не разрезная. И это дает возможность нам экономить колоссальное количество средств. И поэтому у нас есть опыт уже, например, испытательного стенда в озерах, который был в Московской области. И вы видите сейчас ЗИЛ-131, который двигался уже по путевой структуре. Здесь вы видите элементы вантовой конструкции. Это 12-тонный ЗИЛ-131 с кунгом, который совершенно спокойно поднимался под углом, если я правильно помню, порядка 15 градусов. Поэтому здесь все совершенно очевидно. И понятно, что все это можно сделать. Тем более, что в озерах это было первое поколение дорог. Сейчас уже будет строиться четвертое поколение струнных дорог Юницкого. Поэтому наша основная задача, это, конечно же, построить экотехнопарк. И здесь мы видим как раз три основные ветки. Это вот грузовая. Дальше у нас пассажирская и городская в двух вариантах. Имеется в виду, одна ветка идет с Г-образными поддерживающими опорами, а вторая в виде горизонтального лифта. Вот он здесь показан. Может быть мелко, но можно будет посмотреть потом на сайте юницкий.ком более большое разрешение. И, конечно, высокоскоростная ветка. Вот, высокоскоростная ветка. Помимо этого, у нас есть еще четвертый проект. Это проект Юньбайка. О котором мы сегодня скажем. Так вот, наша основная задача, это построить экотехнопарк. То есть, показать нашим будущим адресным заказчикам, каким образом они могут улучшить свою транспортную ситуацию в конкретном городе, в конкретной стране. И при этом разнообразие у нас и грузовая ветка, и пассажирская городская, и высокоскоростная. В зависимости от условий и необходимости, адресный заказчик может выбирать из всего ассортимента, что называется. Если захотят, например, в туристическом кластере где-то это построить, то они, конечно, построят именно дорогу типа юнибайков. Дальше нужно сказать о лабораторном корпусе. Я вам сейчас его покажу, где он находится, чтобы вы могли четко сассоциировать, где будет находиться. Так вот, вот это лабораторный корпус. Вот он находится. И этот лабораторный корпус предполагается, что в нем именно будут собираться наши юнибусы. И в нем же будут собираться элементы путевой структуры, для того, чтобы монтировать ее уже непосредственно на опорах. То есть, там будет в дальнейшем установлено специальное оборудование. И здесь вы видите первое, вот это первое я сейчас обозначу, цифра 1. Первое, это как раз прокатный стан для специализированной головки рельса. То есть, вот это специальное оборудование. Вы заметите, не только путевая структура, не только само транспортный модуль разрабатывается, но и все технологическое оборудование для того, чтобы изготовить элементы конструкции путевой структуры и юнибуса. Это вот что касается головки рельса, а под цифрой бывает как раз технологическая линия, где будет свариваться конструкция, вот сейчас я вам дальше ее покажу, имеется в виду, когда будет использоваться одновременно и высокоскоростной поверху юнилет, и на втором уровне, под ней, в подвесном варианте, будет использоваться городской юнибус. Потому что наверняка будет совмещение. И как минимум это дает возможность показать нам, заметьте внимание, мы показываем сразу грузовой, городской пассажирский, высокоскоростной и под ним же сразу городской вид транспорта. Потому что в некоторых случаях они будут совмещаться. И здесь вы видите и лабораторный корпус, и прокатный стан для того, чтобы сделать специализированную головку рельса, и сварочная технологическая линия, которая даст возможность целыми блоками строить путевую структуру. То есть сваривать ее, дальше перевозить на место установки, и там уже монтировать. Для того, чтобы отработать, чисто технологически отработать, высокоскоростную постановку наших дорог. Я имею ввиду небесных дорог. Это очень важно, потому что, скажем так, технология железнодорожного транспорта отрабатывалась все 150 лет. и использование этого вида транспорта. Сейчас же Анатолию Довардущу нужно все предусмотреть. И то, как они будут ездить, непосредственно наши юнибусы, юнилеты, юникары по рельсам. И как это можно построить. И как это можно строить быстро. Потому что в одном из наших встреч прозвучала цифра, что скорость постройки будет до 300 метров в минуту. Многие, конечно, удивляются этой цифре, но потом на более расширенном вебинаре я расскажу методику подсчета, чтобы было понятно, что это вполне реально. Итак, у нас юнибайки. Это чисто туристический вариант, когда два пассажира двигаются по монорельсу. такому, который используется как раз та же самая технология струнных рельс. И это даст возможность очень быстро возводить такие туристические трассы, для того, чтобы, например, люди могли покататься вокруг какого-нибудь парка типа Сокольники или парк Горького, или парк Гагарина в Челябинске, над реализацией которого сейчас работает Алексей Суходоев и его команда в Челябинске. Они уже вышли на администрацию города. И я надеюсь, благодаря настойчивости Алексея и его команды это может быть сделано быстрее, чем где бы то ни было. Дальше, конечно же, вот этот вариант. Вы видите здесь на верхней части путевой структуры высокоскоростной юнилёт. На нижней части, вот в первом варианте, вот здесь, там идет грузовая ветка. Отлично. Это означает, что они не пересекаются, это означает, не будет здесь аварий. И это означает, что мы, как минимум, сэкономим на дополнительном пути для грузового транспорта. Понимаете? Мы делаем не одну высокоскоростную ветку, а делаем сразу и грузовую ветку, и высокоскоростную, что крайне выгодно. И опять же, это уменьшает, так сказать, строительство, я имею в виду затраты на строительство, и дает возможность уменьшить себестоимость самой трассы. И самое главное для адресных заказчиков, это быстрая окупаемость. То есть, дорогу себя быстро окупит с двух сторон. И с точки зрения перевозки грузов, и с точки зрения перевозки пассажиров. И вот второй вариант. Вот этот второй вариант. Когда сверху идет высокоскоростной транспорт, а снизу, вы видите, идет юнибус. Тоже очень эффективно. То есть, путевая структура будет задействована просто, что называется, на 300%. Поэтому, ну, кто-то говорит, от недостатка финансов решили так. Потому что, когда мы рассказывали о первых вариантах, еще в июне, то там такой структуры не было еще. Была только отдельно два рельса, бирельсовая структура, по которой двигался юнилед. А непосредственно, значит, грузовая ветка была совершенно отдельная. Она была двухъярусная. Потому что по нижнему ярусу двигался грузовой транспорт, а по верхнему ярусу двигался порожний. То есть, груженный по нижнему, а порожний по верхнему. Поэтому здесь многое. Естественно, многие варианты, которые мы еще даже предположить не можем, в КБ сейчас рассматривают, во-первых, как минимизировать затраты, в связи с тем, что, что тут греха-то не хватает нам финансирования, вот этой ритмичности. И то, что сейчас применена программа «Стабильность», будем надеяться, что она поможет совершенно четко определять ориентиры, финансовые ориентиры для КБ и для строительства экотехнологий. И Анатолий Эдуардович будет четко понимать, сколько денег у него на каком этапе будет, для того, чтобы заказать те или иные механизмы, детали и так далее. Дальше «Енибус» – городская структура, которая помогает как раз снять транспортные коллапсы, которые сейчас непосредственно в городах происходят. И вот мы все время, во всяком случае, когда едешь в машине, всегда слышишь радиопередачу, и говорят там, уровень плотности 5, 6, 7, 8, 9. Это означает уже все встали. И как сегодня Сергей Феофанов, 2 часа 30 минут ехал 5 километров. Ну вот это даст возможность многим автомобилистам перетесть на общественный транспорт. Потому что, ну зачем, извините, тиранить свою машину, портить, если можно за буквально считанные минуты доехать от одного места до другого. То понятно же, что многие из нас, вот как раз уже Татьяна написала, будут покупать свои персональные юнилеты на семью, на экипаж, например, из 6 человек. То есть супруга, супруг и четверо детей. Как минимум. Поэтому, вот Вячеслав Петрович, я потерплю и подожду юнилеты. Да, ну тут терпеть-то осталось совсем недолго. Я думаю, что уже в 2016 году уже начнем, так сказать, подкапливать деньги на свои персональные юнилеты. Но нужно здесь отдавать отчет, что пока дорог не будет, даже если мы купим юнилеты, нужно будет подождать, пока построят там хотя бы пару сотен тысяч километров дорог. Вот, Александр, пожалуйста, у нас билет в маршрутке стоит 15 рублей. Сколько он будет стоить в Юнибусе? Один рубль, Александр, один рубль. Понимаете? Потому что, а может быть вообще будет бесплатный. Точно так же, как в некоторых случаях у нас почти бесплатный интернет бывает. В некоторых местах. Дальше, конечно, юнилеты, юнибусы, юнибайки. Ну и самое важное, это вот высокоскоростной юнилет, который даст нам возможность в какой-то степени отказаться от региональной авиации. И, так сказать, уменьшить нагрузку на дальнюю авиацию. Потому что доехать, например, из Москвы до Бишкека вместо трех суток можно будет доехать буквально там за 7 часов. Не за 7, подождите. Да, где-то за 8-9 часов. Поэтому у нас тут же появится возможность поехать на Иссык-Куль. У нас тут же появится возможность поехать на Байкал. И я думаю, что эта возможность нам скоро представится. Опять же, благодаря нашему с вами терпению и желанию финансировать этот проект. Сетка дорог – это просто, что называется, песня. Потому что если мы хотим развивать наш транспорт, и тем более у нас чисто технологически, мы можем построить там, где не могут построить дорогу ни автодорожники, ни железнодорожники, то, соответственно, это открывает просто колоссальные перспективы для соединения наших северных городов. Тот же там Нюрингри, или там Якутск, или Ханты-Мансийск, или еще другие северные города, которые очень сложно добираться. До некоторых наших поселков и городов приходится использовать вертолеты. Поэтому здесь, конечно, наша задача просто максимально сейчас сконцентрироваться, поучаствовать в программе «Стабильность» и дать возможность построить все то, о чем мы сегодня говорили. Потому что в перспективе нас ждут уже линейные города. Мы их называем «Скайграды», и они, по сути, являются градообразующими элементами. Я имею в виду трассы «Скайвэя». И это даст возможность серьезно разгрузить наши мегаполисы. И при этом в этой же путевой структуре мы можем проложить и трассу, как таковую, по которой будем ездить, и электрический кабель, и, соответственно, информационный кабель. Я имею в виду интернет. И тогда люди не будут чувствовать себя оторванными и, соответственно, могут заниматься различными новыми специальностями, которые сейчас уже их количество нарастает. Имеется в виду работать дистанционно. То есть находиться в приятном месте, в своем родовом поместье, выращивать свои растения для своей семьи, дышать чистым воздухом, пить чистую воду. Ну и, конечно, для того, чтобы работать, можно будет использовать различные виды специальностей, которые не требуют формального приезда на работу. Это и программисты, и дизайнеры, и целый список различных специальностей, которые могут работать дистанционно. Поэтому здесь это важный аспект именно Скайграда в том, что не надо будет жить скучно в городах и страдать от всех этих проблем. Поэтому этапы, как я уже говорил, они постоянно смещаются. В среднем каждый этап где-то у нас порядка трех месяцев. Иногда быстрее, иногда чуть задерживается. Это, опять же, зависит от финансирования. Но самое важное, что мы, как инвесторы, а мы все, одна семья инвесторы, мы можем видеть, какой список работ уже делается. И, собственно, по этому сетевому графику уже отслеживать, что конкретно должно быть сделано. Потому что мы заранее видим этот сетевой график. И с тем, что уже сделано. Ну и дальше, конечно, основная часть вопросов к нам. Когда Анатолий Доваревич говорит, извините, вот это не сделано, вот это не сделано, вот это не сделано. Мы спрашиваем, а почему? Да потому что денег не хватает просто и все. Поэтому если мы сейчас, так сказать, понимаем всю важность момента, то, как это говорится, сплотим наши ряды и будем ритмично финансировать постройку эко-технопарка. Ну а дальше уже, конечно, и модели, и возможность получения вот такого персонального юниелета. Вот как вот здесь, например. Я просто отмечу, что это два варианта персональных юниелетов. Вот один, а вот второй. Это варианты различных элет, которые были сделаны и были именно продуты в аэродинамической трубе. Для того, чтобы иметь наилучшую аэродинамическую составляющую. Ну и, конечно же, вопрос, а сколько это стоит? Порядка 20 тысяч долларов будет стоить такой и не лед. Но у наших инвесторов, у кого уже там больше 100, 200, 300 тысяч долей компании, то, соответственно, для них будет не проблема приобрести такой персональный юниелет. Важным этапом созидания, конечно, была постройка 150-метровой испытательного стенда в озерах Московской области. О том, как двигался наш ЗИЛ-131 непосредственно по путевой структуре. Что еще раз доказало, что технология имеет право на жизнь и что она реально экономичнее и безопаснее. Коллектив из 125 инженеров и конструкторов, которые сейчас работают в 15 конструкторских бюро. Сейчас у них уже, они пошли на расширение, у них сейчас 3000 квадратных метров, где они, так сказать, имеют возможность творить под руководством Анатолия Эдуардовича и разрабатывать все те элементы конструкции, которые сейчас будут воплощаться непосредственно в Экотехнопарке. И это отличная новость. Тем более, что каждую неделю, каждые две недели компания дает нам информацию в виде фотографий, в виде роликов, что уже сделано, какие шаги сделаны, с какими людьми встречались. И буквально вот перед этим, перед началом нашего вебинара мы слушали о завершении пятого этапа и о том, что сделано. То же самое можно сказать и о нашем Экотехнопарке, я имею в виду под Мариной Горкой. Вот вы видите сейчас стенд, который стоит непосредственно рядом с Экотехнопарком. Это называется... Вылетел из головы, как называется. Это называется паспорт стройки, друзья мои. Так вот, здесь описано, кто заказчик, кто проектная организация, кто подрядчик. По сути, мы видим с вами непосредственно, когда ездим по городам, особенно городу, и видим, где стройки начинаются, там всегда стоит паспорт данной стройки. И там вот вся необходимая информация тоже вывешена. И, конечно же, это означает полную юридическую обоснованность стройки и легальность стройки. И, разумеется, что все, юристы проработали все моменты. И это означает, что можно начинать капитальное строительство наших анкерных опор, промежуточных опор и всех технологических элементов Экотехнопарка. Поэтому, разумеется, что в Минске, я имею в виду под Минском, это 65 километров под Минском, называется городок Марина Горка. Рядом с ним как раз находится Экотехнопарк. И, помимо того, что мы понимаем, что стройка идет, нам же нужно доносить информацию до других людей, то возможность приобрести буклеты как раз дает нам возможность в оффлайне уже, то есть вживую рассказать о проекте, поделиться своим видением этого проекта, но и, конечно же, в какой-то степени передать свою эмоцию и свою мотивацию людям, с которыми мы разговариваем. Но сделать это легко. Вот после нашей вчерашней встречи мне уже поступило больше десятка заказов на приобретение буклетов. И это радует. Потому что люди понимают важность этого элемента донесения информации. Помимо всего прочего, у нас есть книга «Юнистского небесной дороги». И я даже отдаю предпочтение книге по одной простой причине. Знаете, как я действую? Я просто предлагаю человеку взять эту книгу за 500 рублей. Соответственно, он оплатит ее. Человек, если заплатил, как минимум уже откроет и полистает. А когда начнет листать и смотреть, то наверняка увлечется. А если увлечется, значит, соответственно, проникнется данным проектом и вообще отношением Анатолия Эдуардовича к этой теме. И тогда уже мы получим очередного убежденного, осознанного инвестора. Поэтому, даже если человек говорит, ну, все, я прочитал. Я ему даю с тем условием, что если она ему не нужна, эта книга, пусть он мне вернет, я деньги отдам. И на самом деле, честно скажу, еще не было ни одного случая, когда человек вернул. Поэтому я смело, так сказать, даю. Вот как раз Олег спрашивает, где нужно заплатить буклет этой книги? Есть источники? Есть. И об этом я сегодня скажу. Так вот, для того, чтобы сориентироваться, сколько там стоят книги и буклеты. Значит, буклет стоит один 120 рублей. Если вы берете 5, то он стоит 90. То есть, 5 умножить на 90. Если вы берете 10 буклетов, то, соответственно, это будет стоить 80 рублей. По сути, 10 буклетов вам обойдут за 800 рублей. Поймете, насколько это важно. И, собственно, то же самое, что я проделываю с книгами, можно проделать с буклетами. Чтобы они не валялись у людей в виде мусора, если это им не интересно. Потому что каждый буклет стоит денег. И вы просто отдаете человеку его за 120-150 рублей. Он его читает. Если его это задело, ему это интересно, он его оставляет. Если по какой-либо причине он еще не готов, то он вам его отдает, вы передаете следующему. То есть, здесь, конечно же, заказ и книг, и буклетов. Вы видите здесь и скайп есть, дзендау, по которому вы можете просто сделать заказ. Это предпочтительный способ заказа. Потому что, когда вы звоните, то нужно все равно вас направить, чтобы вы напечатали свой адрес, индекс, телефон, количество и так далее. Куда переслать деньги для того, чтобы приобрести то или иное количество книг и буклетов. Поэтому предварительно, конечно, можно позвонить. Но оптимально лучше через скайп, дзендау. И мы обеспечим вас буклетами и книгами. Поэтому используйте эту возможность. Потому что сейчас она есть. Потому что и буклеты, и книги сейчас в наличии. И вы совершенно спокойно получите этот уникальный информационный материал для своей дальнейшей работы. Тем более, что вчера я объяснял, каким образом можно это использовать. Для того, чтобы, участвуя в программе «Стабильность», большую часть денег на оплату своей программы, можно получать благодаря партнерской программе. И, по сути, я даже цифру называл совершенно конкретную. Что если вы участвуете в программе и оплачиваете ежемесячно 100 долларов, то нужно всего лишь 8 человек, которые делают то же самое, что и вы. То есть, находятся в той же самой программе 100 долларов. И в этом случае вы получаете полностью покрытие своего участия. Но в большей степени я это рекомендовал нашим уважаемым пенсионерам. Потому что у них с пенсиями денег недостаточно. То здесь, конечно же, широкое поле для фантазии. Как это сделать? Помимо всего прочего, вопросы я сейчас отвечу. Покажите картинку буклета еще раз. Показываю, Наташа. Вот он буклет. Это буклет Skyway. Это такой красивый формат А4. Раскладывается на две стороны. Там описываются все элементы и городского, и высокоскоростного вида транспорта. И, соответственно, грузовой. Ну и там рассказывается немножко и о морском базировании. Как можно без закладки портовых сооружений разгружать с большой осадкой корабли. То есть просто выводить в море соответствующие эстакады, которые могут это сделать. Вот. Кречество леди спрашивают, а как можно их заказать? Заказать их можно вот здесь. Давайте я еще раз поставлю. Вы пока запишите, где можно заказать. Значит, вот Skype. Дзендао. Это я сейчас говорю для кречетовой лидии. Skype. Дзендао. Просто авторизуйтесь. Или позвоните по телефону. 8 925 934 83 80. И, соответственно, вы сможете заказать. Турксан спрашивает, будет ли свой банк в компании? Если будет такая необходимость, то я думаю, что, конечно, будет. Просто он будет называться не банк, а он будет называться РКЦ. Расчетно-кассовый центр. Это можно сделать в рамках потребительского общества, о котором я буду рассказывать на наших вебинарах в дальнейшем. Так, дальше. Скажите, пожалуйста, как будет происходить строительство в болотистой местности? Там ведь нет дорог и условий, чтобы подогнать технику и материалы. Значит, Анатолий Эдуардович работает над этим тоже. И поскольку он живет в Беларуси, тема с болотами ему очень хорошо известна. И в свое время он предложил такой автопоезд, который будет двигаться по построенным уже рельсовой структуре SkyWay. И, соответственно, будет впереди себя устанавливать сваи и, соответственно, делать дорогу. Поэтому там сложность как раз пройти вот этот болотистый слой. И в некоторых случаях, Анатолий Эдуардович говорит, по георазведке, значит, глубина залегания вот этих сваи будет достигать до 60 метров. Для того, чтобы опереться на более твердый грунт. И об этом как раз тоже ведут изыскания в нашем КБ. Поэтому вопрос с местностью тоже будет решаться. Совершенно определенно. Каким именно образом, как любой спрашивает, там ведь нет дорог и условий, чтобы подогнать технику и материалы. Я думаю, что мы, когда завершим Экотехнопарк и пойдут уже адресные заказчики, тогда мы узнаем и об этой решении этой задачи. Дальше. Сейчас я вернусь просто к вопросам, которые были раньше. Чтобы можно было... Так, про буклеты я уже ответил. Так, это не для меня. Вот был вопрос, а где они хранятся будут, персональные юнилеты. Я думаю, что на тех самых... Давайте я покажу, где будут храниться, чтобы вы четко понимали элементы, где будет храниться. Это уже предусмотрено. Вот здесь вот, видите, специальное административное здание. Она же, это же здание является и анкерной опорой. А вот дальше, видите, вот этот поселок. Вот поселок. Вот поселок. Да? То в пешей доступности, вот здесь вот, вот это 3 километра. 3 километра. Это полчаса ходьбы. То есть в пешей доступности люди доходят до анкерной опоры, а здесь уже у них находятся гаражи их персональных юнилетов. Для тех людей, кому они будут необходимы. Да? Или люди будут пользоваться уже общественным. Потому что вот здесь вот первое, вы видите, это горизонтальный лифт. Дальше идет высокоскоростная дорога. И под ней идет рядом автомобильная дорога. То есть, по сути, целых 3 уровня транспортной доступности различной. То есть, совершенно очевидно, что будет предусмотрено, где хранить свой персональный юнилет. Раз востребованность у людей есть в необходимости персонального юнилета, то понятно, что и будет найдена возможность, где их можно будет хранить. То есть, вот таким способом решается вопрос с хранением наших персональных юнилетов. Дальше. Вот туризм будет развиваться. Да, туризм будет развиваться с помощью как раз юнибайков. Они дадут возможность как раз посмотреть очень красивые места, при этом комфортно. И, так сказать, посетить большее количество мест. Вот как раз Роза Петропавлович пишет. Будет скорая помощь более мобильной и своевременной. И государственная структура закажет скорую юни медпомощь. Которая будет очень даже кстати. И не будет зависеть от пропов в крупных городах. Да, это не исключено. Естественно, друзья мои, здесь будет решаться еще вот таким образом. Чем больше будет построено юнибусов, тем больше будут разгружены наши трассы. Я имею ввиду дороги первого уровня, автомобильные. Тем самым мы иначе косвенно дадим возможность нашему медперсоналу быстрее достигать людей, нуждающихся в помощи. И это, я думаю, тоже немаловажное решение нашей задачи. Так. Андрей Антипов спрашивает, когда за технологию. Как только придут крупные заказчики, которые скажут все, спасибо всем людям, которые инвестировали в народный проект. Мы теперь закроем всю сумму. То в этот же момент закроется вход в корневую технологию. Потому что не будет уже необходимости вкладывать финансы непосредственно в Экотехнопарк. Дальше он достраивается, приходят адресные заказчики и дальше у нас появляется возможность поучаствовать в адресных проектах. Там доходность, конечно, будет поменьше, но и у нас уже ситуация будет другая. Поэтому, конечно же, мы с вами заинтересованы, чтобы капитализация наших долей и компаний произошла как можно раньше. Для того, чтобы... Потому что у нас много людей, у которых уже существенно больше... Ставится совершенно классная ситуация, когда мы сможем реализовать часть своих акций и решить многие свои финансовые задачи, которые перед нами ставятся. Ну, а Евгений тут подсказывает, что для Андрея, что по прогнозам через полгода закроют. Ну, есть такой прогноз, что в октябре 2016 года уже закроется возможность инвестирования в корневую технологию. Но здесь хорошая новость в том, что те люди, которые будут участвовать в программе стабильность, имеется в виду 50 или 250 долларов ежемесячно в течение 10 месяцев, смогут продлить свое участие в этой программе на следующие периоды. И это как раз подтвердил Виктор Бабурин в нашей переписке в чате РСВ. Поэтому хорошая новость тоже есть. И если стоит задача, например, получить 300 тысяч акций, то включайтесь в программу стабильность, инвестируйте каждый месяц по 50 долларов и вы получите 300 долей компании. Если же у вас есть возможность по 100 долларов ежемесячно инвестировать, то это будет 600. А если по 250, то это будет уже полтора миллиона долей компании. И это уже существенный задел, финансовый задел для семьи конкретно, для ваших детей, для внуков, правнуков и так далее. Вот Анна пишет, в СВИГ у меня в корневой ничего нет. Анна, насколько мне известно, в СВИГе тоже сейчас есть программа на 10 месяцев. Вы просто проанализируйте, зарегистрируйтесь и там, и там, посмотрите, где лучше. Помните выражение, да? Рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Вот на то нам и голова, чтобы мы поразмыслили на эту тему. Роза спрашивает, а дисконты нами зафиксированы, сохранятся за нами? Конечно. Если мы сейчас до 8 декабря входим в программу стабильность, то у нас дисконт 1 к 600. Если мы делаем это после, то у нас, конечно же, дисконт изменится в меньшую сторону. Но здесь уже каждый решает по своему бюджету. Поэтому мы люди разумные, осознанные, мы понимаем, когда и сколько нужно вкладывать. Тем более, что мы помним формулу 5, 10, 15, 20% от семейного бюджета. Это та сумма, которую можно инвизировать, чтобы не ущемлять своих близких, ну и себя любимого в жизни. Представьте, пришел крупный заказчик, выкупил все акции. Вход в проект покупки акций закроется для нас простых. Да, именно так это и произойдет. Вот, и любовь, и страшно. Дисконт до 8 включительно или с 7 последний день? С 7 последний день. То есть, с 7-го 23.59. Вот так. Вот, Евгений пишет, завтра на 100 долларов зайду. Да. Те, кто был непосредственно на семейных встречах вчера в воскресенье, я предлагал разные стратегии, как это можно сделать. Вот. Одну из стратегий, как раз Евгений выбрал. 100 долларов ежемесячно. Дальше. Доллар может потерять свою ценность, может свою валюту, независимую от стоимости нигде. Но, Александр, у нас это называется не валюта, а у нас будет называться внутренняя расчетная единица. Когда мы с вами постепенно погрузимся в информацию о потребительских обществах, они имеют возможность завести расчет на кассовый центр. И там мы имеем возможность, так сказать, зафиксировать свои внутренние расчетные единицы. Как они будут называться, юниты или дары, не имеет значения. Здесь важно, что это внутренняя расчетная единица, которая поможет нам даже в этом бурном финансовом океане иметь островов стабильности. И я думаю, что это будет существенная помощь всем нашим участникам проекта. Вот что я хотел сегодня вам рассказать. Значит, напомню, где можно сделать заказ на буклеты. Это Skype. Авторизуйтесь и пишите текст. Имеется в виду, сколько буклетов, сколько книг, свой адрес, телефон, индекс почтовый. И в течение двух-трех дней мы высылаем вам непосредственно на дом. Как правило, по России это доходит за 3-5 рабочих дней. То есть достаточно быстро. Вот заодно проверим. Я вот недавно послал Людмиле Крамаренко в Красноярский край. Как раз ей в школу. И узнаем как раз, как быстро к ней дойдет. Вот Ирина пишет. В субботу Андрей Ховратов обещал по 8 декабря включительно. Но давайте, чтобы не быть голословным, чтобы не вводить вас в заблуждение. Я уточню это у Виктора Баборина. И сообщу по дате более точно. Значит, Елена спрашивает. Цена за буклет 80 рублей. За 10 буклетов, Елена. Если вы покупаете один буклет, то это будет 120 рублей. То есть, вы понимаете, да? Если вы покупаете один, то он будет стоить 120. Если вы покупаете, то он будет стоить 90. То есть, умножаете на 90, это 450 рублей. Если вы покупаете 10 и более, то они будут стоить 80 рублей. Соответственно, 10 буклетов будет стоить 800 рублей. Разумеется, плюс еще доставка, я имею в виду почтовая. Потому что буклеты, они имеют достаточный вес. И в среднем, я могу сказать точно, что в Красноярский край 30 буклетов было 400, по-моему, 15 рублей, если я не ошибаюсь. Что-то около такой цифры. Поэтому, разумеется, имеет смысл заказывать больше. Это просто более выгодно. Вот Андрей Валентин пишет. На Юнибусе будет легче съездить за буклетами. Конечно. К тому моменту напечатаем распрекрасные буклеты с фотографиями инвесторов. Представляете, буклет будет 10 страничек и еще 100 страниц стратегических инвесторов, которыми мы являемся. Вячеслав пишет, когда будет Юнибус, буклеты будут не нужны. Ну, почему же? Будет книга памяти инвесторов, стратегических инвесторов, участвующих в народном проекте. Вот такой буклет может быть вполне. Я думаю, что кто-нибудь наверняка соберет информацию о всех наших инвесторах. Чем они занимаются, какие у них специальности, сколько у них детей, где они живут. Понимаете? Потому что нужно знать, кто является нашим инвестором. А у нас география обширная. Порядка 52 стран участвуют в проекте. Представляете, люди из 52 стран понимают значимость этого проекта. И той или иной суммы участвуют в ее реализации. Поэтому это крайне важно. Антипов сейчас секундочку там пропустил немножко. Так, а когда будет и так? Чем отличается личный кабинет СКО от личного кабинета Transnet? Зачем иметь два одинаковых кабинета? Татьяна, здесь это называется строительство на перспективу, друзья мои. Потому что и кабинет Transnet, и кабинет ПО Евразии, кабинет SWIG, или персональный кабинет WSV System. Все это, так сказать, звенья одной цепи. Единственное, и Transnet, и ПО Евразии делается на перспективу. Для того, чтобы в дальнейшем, когда будет большее количество участников проекта, чтобы всем хватило места, что называется. Вот такое пока объяснение. Вячеслав пишет, инибутс воплощение струнной технологии. Сколько на сегодняшний день инвесторов у компании, спрашивает Екатерина. Значит, на данный момент людей, которые знают о проекте, больше 200, по-моему, 10 тысяч. Те, которые регулярно инвестируют, здесь я подчеркиваю слово регулярно, Их порядка 30-40 тысяч человек. Поэтому я как раз в воскресенье делал расчет, что для того, чтобы полностью закрыть потребность в деньгах на декабрь, январь, февраль, нужно, чтобы каждый из 30 тысяч регулярно инвестирующих наших партнеров проинвестировал 200 долларов. И тогда мы получаем 6 миллионов долларов, и эти 6 миллионов в течение трех месяцев, а это 18 миллионов долларов на шестой этап, как раз покрывают все необходимые финансовые нужды нашего Экотехнопарка. Ориентируйтесь на эти цифры, и тогда будет понятно. Значит, что-то я не понял тут, что там, кто над Денисом будет ржать, я вот это не совсем понял. Сейчас. Ну, не знаю, Денис не все достаточно написал, непонятно. Кто там так эмоционально будет реагировать, когда начнут копать. Надеюсь, не ямки, да? А вот копать имеется в виду в Экотехнопарке ямки под деревья. Надо писать тогда, Денис, какой фрукт. Я тот еще фрукт. Надо написать, какой фрукт. Банан или там яблоко, груша. Ну, какой? Надо написать. До момента они будут уже как реклама. Остальные будут молча думать, где они были и не стали инвесторами. Да, страх потери, он всегда бежит впереди человека. Потому что мы с вами не проинвестировали в 1989 году в Apple. Мы с вами не проинвестировали в Microsoft, в Yahoo, соответственно, в другие IT-компании. Но сейчас у нас как раз есть возможность это поправить и проинвестировать в технологию, которая будет круче всех вместе взятых. Microsoft, Yahoo и Apple. Потому что у нас очень высокий уровень капитализации. Так, сейчас тут что-то продлили. Сейчас я посмотрю. Лучше бы продлили спецдисконт на 25 декабря с учетом, что я желаю участвовать в акции с зарплатой и пенсией получат 20 числа. Ну, ребята, я думаю, что мы все взрослые. Если мы понимаем, что надо найти 50 долларов, а это 3350 рублей, то я думаю, что все в состоянии это сделать. Голова на плечах есть. Так, Capital передал реестр в Корневой. Люди это увидели в Корневой, какие-то изменения. Ну, естественно, все увидели. Так, Владимир пишет 235 тысяч. Это, наверное, акции, сколько у него есть. В плане у них изменилось количество акций. Может, в Корневой. Нет, если что-то передали, то тоже количество акций, которое было у человека. Поэтому здесь без вариантов. Почему нет информации, сколько собрано всего денег? Почему нет? Есть. Если мы перешли на шестой этап, значит, собрано порядка, сейчас скажу, 20 миллионов долларов. Что тут думать-то? Чтобы знать, как идут дела. Олег, на самом деле, большинство людей не убеждает, сколько собрано. Им хочется получить капитализацию своих долей компании. Поэтому здесь эта цифра, она, можно сказать, в какой-то степени условная. Потому что, если посчитать, сколько уже сделано конструкторском бюро, на какую сумму, то это порядка 100 миллионов долларов. Это вот техническая документация, разработки, ноу-хау, которые уже есть в портфеле конструкторского бюро в Минске. Поэтому здесь нужно, конечно, еще порядка 280 миллионов, для того, чтобы полностью закрыть тему. Вот, Александр правильно пишет. Реглядите, назад тысячу даже земли не было. Сейчас дело идет быстрее. Совершенно правильно. Вот, Владимир пишет, 235 тысяч акционеров. Ну, что ж, отлично, отлично. Отлично. Занятие соседа, заинтриговать этим, возможно, он пожелает быть инвестором. Тоже вариант, тоже вариант, друзья мои. Александр пишет, нельзя вкладывать в заемные деньги. Ну, если вы вложили, извините, 3350 рублей, и у вас пенсия 20-го числа, то, разумеется, это не считается. Вот, когда вы берете кредит, там, на 300 тысяч в банке, под проценты, то, да, вот этого не следует делать. Совершенно точно. Ну, что ж, друзья мои, напомню, что наша встреча с вами будет еще 6 декабря. Это у нас воскресенье, это семейная встреча. Мы как раз подведем такой микро итог перед 8 декабря. Соответственно, будет дополнительная информация по различным ноу-хау. Опять же, немножко поговорим о краудфайдинге, краудинвестинге, чем он отличается. Ну, и основная наша тема, как наиболее эффективно проинвестировать в Skyway. Для того, чтобы через год-два, а это всего лишь 24 месяца, уже увидеть результат своего, так сказать, своей активности. А вот через 3 месяца кто-нибудь покупать акции, это вы имеете возможность покупать 10 месяцев. Даже еще дольше, допустим, 10 месяцев. Да, если люди зайдут, например, не сейчас, не в декабре, а зайдут, например, пролетели в марте, то они тоже смогут поучаствовать в программе «Стабильность». Просто дисконт будет другой. А поучаствовать они, конечно же, смогут. Поэтому это без проблем. Вот, Любовь. Я взял в банке ссуду на 2000 долларов. Сейчас ссуды выплачены. У меня 6 миллионов 500 тысяч акций. Люба, ну это просто фантастика. Это просто здорово. Это вот то, что я тоже предлагал давно еще, чтобы сделать вот такую программу типа «Стабильность». Потому что иначе люди вынуждены для того, чтобы получить какую-то значимую сумму долей компании, они идут в банк и там берут. Молодец, Любовь. Молодец. Самое главное, что уже выплатила. Вот это молодец. Просто здорово. То, что сделано компанией, у многих даже не акционеров, не укладывается в голове. При таком-то кризисе, таком доверии компании, столько акционеров инвестирует в Skyway. Это наше будущее. Наших детей. Все мы вместе можем проекты воплотить все в жизнь. Спасибо вам всем. Спасибо тебе, Светлана, что написала такие хорошие слова в чате. Прямо. Молодцом. Да, вот, Любовь пишет. Спасибо вам. Ваши вебинары лучшие. Ну, друзья мои, когда у нас на вебинаре будет тысяча человек, тогда я буду говорить, что да, действительно, чего-то мы с вами достигли за это время. Поэтому надо как можно больше делиться с людьми информацией. Мы все в этом крайне заинтересованы. Но мне есть куда расти. Буду стараться вас не разочаровывать. Хорошо. Все, вперед, идем строить. Итак, завершаем нашу сегодняшнюю встречу. Как всегда у нас музыкальное завершение. Будьте здоровы и хорошего настроения. И новых инвестиций. И перспективы на будущее. В отличие от того, что происходит в мире. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!